В регионе в минулом году высадили рекордную площадь новых лесов. Исторический максимум склад около 19 тысяч гектаров. Такого за всю историю деятельности Гомельского леса господарского объединения еще не было. Все лета практика будет протягнута, бо уголовная задача Галины – поддерживать принципу неспустошального использования леса. Наш наступный сюжет звонниковой коллегии Лесгасов Гомельшины. Стабильная работа Галины в минулом году отзначена во всех областях краины. Об этом на коллегии расповел министр лесной господарки Беларуси Виталь Дрожжа. 2019-й стал переломным в боротьбе с краедом. Колькость площадь с хворыми насаджениями начала снижаться. Очекается, что и все лета объемы вырубки лесов, снищенных шкодным жуком. Скоротятся удвоя в сравнении с минулым годом. Конечно же зима такая аномальная нам путает пока все наши мысли. Но вместе с тем, я думаю, та положительная тенденция, которая сложилась у нас, и объемы работ, которые проведены в санитарно-здравительных мероприятиях, позволят нам смотреть с перспективы в этом направлении. Я думаю, что мы справимся с этой задачей. По выниках 2019 года работа предприемства у лесной господарки Гомельской области оценена как задовольняючая. Среди становочных моментов отзначены и уровень заработной платы. У поравнении с другими регионами на Гомельщине она самая высокая – 1080 рублей в месяц. Другие социально-экономические показчики областное объединение так само выполнило. На высоком уровне – рентабельность. Отриманная выручка укладывается у инвестиции, а они, в свою очередь, идут на обновление техники, модернизацию вытворчасти, развитие сетки годовальников. Такая практика служит на корысть основной справе – рациональному выкорыстанию лесу. Для нас стоит целевая задача перед Министерством лесного хозяйства. Во-первых, это, конечно, организовать ведение лесопользования, вернее, продолжить ведение лесопользования на принципах неистощительности. Мы должны создавать больше леса, чем мы его вырубаем. Вторая для нас задача очень важная – это мы должны обеспечить всех потребителей Республики Беларусь древесным сырьем. В-третьих, мы должны оперативно работать и удерживать ситуацию с пожарами. Для Гомельщины это особо, остро, потому что, как бы ни было, есть вопрос трансграничных пожаров, ежегодно мы сталкиваемся с ними. Программа визиту министра лесной господарки краины на Гомельщину включила и состречу з викладчиками, сопрацовниками и студентами Галинового факультета Гомельского державного університета имя Франциска Скарвине. Прогучало литерально несколько уступных слов от шановного гостя и начался щирый диалог с будущими работниками лесной господарки, зацикавленными в развитии Галины. Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадоя компания Гомель.